Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые коллеги! По данным разных источников, за последние 30 лет отмечается рост заболеваемости ангиосаркома. Однако до сих пор неясно является этот рост истинным увеличением. Как показано в одной из недавних работ, особенно на сатанализе данных СИР, отмечается тенденция к росту заболеваемости ангиосаркома у пациентов с предшествующим онкологическим заболеванием. Тенденция потенциально связана с увеличением применения лучевой терапии, известного факта ангиосаркома. Стоит упомянуть, что частота влияния канцерогенов при висцеральном поражении, особенно при ангиосаркомах печени, достигает до 25%. Заболевание имеет одинаковое распределение между полами, может развиваться в любом возрасте, но чаще всего встречается у пациентов старшего возраста, особенно при ображении кожи. Ангиосаркома исполнен местным рецидивированием, поражением длифатических узлов и одоленными дистазируемыми. Во многих исследованиях сообщалось, что частота диссеминированных случаев ангиосаркома на момент постановки диагноза варьирует от 16 до 44%, а прогнозы неблагоприятны. Общая пятилетняя выживаемость составляет примерно 30-40%. Классификация заболевания основана как на его локализации, так и на основных факторах развития. Произделяются в основном на первичные и вторичные. Вторичным относятся к лимфостасу ассоциированной ангиосаркомы и радиоиндуцированной. Прогноз вторичных ангиосарком неблагоприятен, где она общей выживаемости составляет около 7 месяцев по данным ряду источников. Есть некоторые работы, подтверждающие, что поведение опухоли может зависеть от местной первичной локализации опухоли, хотя причины и предикторы находятся на стадии изучения. Ангиосаркома может возникнуть в любой структуру мягких тканей или внутренних органов. Заболевания имеют элитериальное происхождение, но опухоли, возникающие непосредственно в крупных кровеносных сосудах или сердце, редки. Большинство ангиосаркома возникают спонтанно, но есть несколько сообщений о злокачественной трансформации опухоли в рамках ранее существующих доброкачественных сосудистых поражений. Существует несколько хорошо описанных факторов риска. Как я уже говорила, это лимпостаз. Хронический лимпостаз любого происхождения, он связан с развитием ангиосаркома. Например, такое линия, как синдром Стюарта-Трельса. Лучевая терапия, как я уже ранее говорила. Интересно, что некоторые работы предполагают, что мутация гена Берсия-1 и Берсия-2 предполагает к ангиосаркомам после лечения рака молочной железы. Такие семейные синдромы, как нейрофиброматоз, синдром Муафуччи, синдром Клиперитринония, также ассоциированные с данным заболеванием. Имеют роль различные канцерогены. Интересно, что имеется сообщение об ангиосаркоме, ассоциировано с наличием инородных тел, случайно оставленных, к примеру, хирургических салфеток или же имеющихся протезы сосудов. В патрумоносупрессии в ботокенезе ангиосаркома в настоящее время неопределённы. Но имеются случаи ангиосаркома, зарегистрированные случаи ангиосаркома пациентов с ассоциированием после трансплантации почек. Также имеются сообщения о спитоассоциированном ангиосаркоме. Гистологические особенности весьма разнообразные, могут варьироваться в пределах одного случая. Морфологические различия могут быть незначительными. Менее отличить злокачественную сосудистую опухоль от доброкачественного префилоративного или воспалительного поражения с помощью световой методоскопии может быть недостаточно. Аномальные приаморфные злокачественные ангиосаркомы являются отличительной чертой ангиосаркома. Могут быть округлыми, поликанальными, бретенообразными. Могут виды эпителиольные. Для иммуногистохимического исследования характерны экспрессии эмбитериальных маркеров. Поскольку ангиосаркомы являются эмбитериально-клеточными опухолями, существует большой интерес к роли ангиогенеза и ангиогенов-факторов, связанных с их патогенезом, и то, как они могут быть использованы в качестве мишени для лечения заболевания. При цитогенетическом анализе означается широкий спектр разрозненных хромосонных аномалий, но ни одна из них не является специфической для ангиосаркомы. Поговорим немного о локализации заболевания. Наиболее часто заболевания встречаются в области головы и шеи. Чаще всего это скальп, за которым все это рисуют, далее шея. Чаще всего с мультифокальным поражением. Так называемая ангиосаркома Уллсона-Джонсона, старческая ангиосаркома, в основном встречается у пожилых пациентов. Чаще всего проявляется как повреждение кожи, гематома, обесцвеченный узелок, стойкое изведение. На ранних стадиях эти поражения могут быть неправильно диагностированы как доброкачественные, вызванные целлюлитом, инфекцией, повреждением кожи. Первичная ангиосаркома головного мозга встречается очень редко, в литературе описана лишь единичный случай. Под термином ангиосаркома мягкие ткани, термин является широким, призывает отсутствие твердого органового происхождения, включает в себя более глубокие подкожные ткани, мягкие ткани верхних и нижних конечностей, брюшной и грудной полости, брюшинно-забрюшинное пространство, все до стене. Клинически проявляет ангиосаркома мягких тканей конечностей, также в грудной и брюшном полости, как правило, представляется быстрое растущее пальпировое образование. Возникает в любом струе, в возрасте, но чаще всего пациентов в возрасте от 60 лет и старше. И при отсутствии лечения может увеличиваться до 20 см и более. Ангиосаркома молочной железы. Первичная встречается очень редко и имеет неизвестную теологию. Порядка 0,04 среди всех опухолей молочной железы и около 80% среди соркома молочной железы. Изобревание течет агрессивно, имеет неблагоприятный прогноз. Вторичная ангиосаркома чаще всего возникает после лучевой терапии, в среднем через 5-6 лет после окончания лечения. Кроме того, хронический импутом нефостаз молочной железы также является фактором риска, как я уже говорила ранее. Местный рецидив является неблагоприятным прогнозическим фактором и часто ассоциируется с удаленными метастазами. Ангиосаркома – сердце легочных артерий. Ангиосаркома является наиболее распространенным для диффициального диагноза злокачественного образования сердца и составляет порядка 10-15% первичных злокачественных образований сердца. Примерно 80% случаев локализовано в правом предсердии. Пациенты часто предъявляют жалобы на отдышку, боль за грудиной, гипотензию и тахикардию. Прогнозы крайне неблагоприятны, и варианты лечения включают химиотерапию, палеотипное облучение, также палеотипно-центротерапивная операция может влиять на общую выживаемость пациента. Другие локализации включают в себя ангиосаркома печени, селезенки, ангиосаркома кости, которые встречаются менее 1 или 2%, чаще всего встречаются у пациентов мужского пола и несут в свободный благоприятный прогноз. Большинство публикованных исследований лечения ангиосаркома представляет собой анализ ретроспективных исследований. Общая тактика основывается на рекомендациях по лечению саркома мягких тканей таких организаций, как СМС, СИН, с учетом стадии заболевания, распространенности и анамнеза. Если лечение локализовано, радикальная операция является, конечно же, основным методом лечения, но дополнительная операция при местной рецидирующем может улучшить выживаемость. Из высокого риска местного рецидива и одолённого метастазирования рассматриваются варианты с неоадювантной и аудивантной терапией, в том числе и лучевой терапией. Неоадювантная химиотерапия может быть рассмотрена для уменьшения размеров опухоли, поскольку это может привести к менее калечащим операциям и более высокой вероятности выполнения резекции Р0. В настоящее время нет данных о наилучшей схеме лечения, наилучшей схеме химиотерапии, однако надо учитывать возраст пациента, а также по типу ангиосаркома, которые могут помочь в выборе лечения. В частности, при ангиосаркоме кожи головы у пожилых пациентов по клетоксилу обычно хорошо переносится и можно достичь хороших результатов в выполнении операции Р0. С учетом риска метастазирования существует обоснование применения одювантной химиотерапии. По крайней мере, в одном исследовании у японских коллег с анализом результатов лечения 55 пациентов с ангиосаркома комбинированное лечение химиотерапии в случае боли-без было связано с лучшим прогнозом. Однако для наиболее оптимального выбора тактики лечения требуется проведение перспективных рандомизированных исследований и большого набора пациентов. Цитотоксическая химиотерапия является основным методом лечения диссеминированной ангиосаркомы. И главные используемые препараты – это антроциклин, атаксан и гемстабин. Опять же, многие пациенты с ангиосаркома пожилого возраста, поэтому стоит учитывать сопутствующие заболевания и риск, связанный с лечением токсичности, которые могут значительно ограничить применение лекарственной терапии. Опыт нашей саркомной группы был основан на анализе результатов лечения 20 пациентов с распространённой ангиосаркомой, которым было назначено лечение по схеме гемстабин с депстоксилом. Только в двух случаях у пациентов отсутствовали на отдалённые признаки заболевания, в основном пациенты были местно распространённые. Частота контроля над заболеванием составила 84%, из них полный ответ был за 8% случаев и частично 20%. Медиана общей выживаемости составила 16 месяцев, а медиана выживаемости до прогрессирования на 7,5 месяцев. В одном случае при местно распространённом заболевании, это ангиосаркома молочной железы, удалось привести заболевание в резектабельное. Хотя патогенез, лежащий в основе ангиосаркомы, до конца не изучили, несколько исследовательских групп заинтересовались в изучении потенциала ангиогенных молекул в лечении ангиосаркомы и были получены обнадёжившиеся результаты по эффективности бивоцезумаба. А также стоит отметить, что сделать акцент на том, что на возрасте пациента, в котором проведение ангиогенной терапии, может быть ограничено до высоких рисков нежелательных явлений. Поэтому поиск оптимального, безопасного, эффективного препарата продолжается. Так, например, одно из последних интересных исследований было представлено на АСКО 2020 года. Это исследование второй фазы о комбинации пирорального применения папитоксила с энциквидаром при лечении нерезектабельной ангиосаркомы кожи. Эта работа выполнена в США коллегами с когинем Киэмди Андерсом. В чём же заключается суть данного исследования? Энциквидар является препаратом, который пирорально уводится и позволяет расширить широкий спектр изменения путевок и препаратов. Я прошу вас не торопиться. Помним, по поводу переводчиков, которые работают вместе с нами. Не торопитесь, времени у нас хватает. Спасибо. Ну, да, простите. Такой опыт был продемонстрирован при молочной железе. Каковы же результаты вообще, в принципе, системного лечения нерезокомы кожи для сравнения? В качестве первой линии в исследовании второй фазы был изучен пакитоксил, который показал 2-4-месячную выживаемость без прогрессирования 74-75%, соответственно. При сравнении пакитоксил с бивоцузумомом наблюдается улучшение 6-месячной выживаемости без прогрессирования на 3%. Когда мы смотрим на терапию второй линии, включая пазапонив, мы видим частоту ответа 26% и медианной выживаемости без прогрессирования в 3 месяца, а общую выживаемость в 9 месяцев. Бивоцузумов в исследовании второй фазы в двух случаях из 23 пациентов был достигнут частичный ответ и в 11 из 23 стабилизации заболевания. Есть некоторые сообщения об эффективности пропанолола, инбластин и метриксата, которые показали полный ответ у 4 пациентов и частично у 7. Также исследована эффективность революлина в отдельных клинических исследованиях и трабективдином. Также имеется опыт применения ангибиторов в контрольных точках. Возвращаясь к работе коллег из клиники, мы видим, что наблюдался полный ответ в 6 случаях из 22, что составило 27%. Частично ответ составил 22%. А с обязательствами заболевания достигнутся 50%. Медианная выживаемость без прогрессирования 36 недель, общая выживаемость 92 при течении 52 недель, что, безусловно, впечатляет по сравнению с теми данными, которые мы уже имеем. Каковы предварительные результаты? Мы видим, что эффект наступает очень рано. В работе предоставлено два примера. Один – это ангиосаркома властистой части кожи головы, и второй – это ангиосаркома кожи молочной железы. Мы видим исходные данные первую неделю и вторую неделю. И ясно видим ответ на лечение. Со временем части пациентов удалось выполнить радикальную операцию другие пациенты прекратили лечение из-за побочных эффектов, которые включили пневмонит и нитропинини 3-4 степени, извините. Также один пациент погиб из-за сердечной недостаточности. В настоящее время компания находится на пути подачи заявки в FDA. Мы ожидали, что препарат будет зарегистрирована, данная схема в комбинации будет зарегистрирована в 2021 году, но, к сожалению, пока этого не произошло. Понимание различных молекулярных факторов иммунной среды может иметь решающее значение для прогнозирования эффекта на иммунотерапии и другие новые таргетные препараты. Например, в одной работе, представленной нацетой из 2020 года, авторы провели комплексный молекулярный анализ для выявления потенциальных терапевтических мишеней, включая анализ ответа на иммунотерапию для пациентов с ангиосаркома. В ретроспективный анализ было включено 143 случая с ангиосаркомой с 2015 по 2019 года. Было выполнено НГС, полная сиклинированная транскриптума, анализ популяции клеток микроокружения опухоли и анализ биомаркеров, потенциальных связанных с ответом опухоли на иммунотерапию. Результаты все оценивались в соответствии с локализацией первичной опухоли. Ангиосаркома кожи и шеи имели самые лучшие результаты и самые высокие маркеры ответа на иммунотерапию. Следовательно, дальнейшие перспективные клинические исследования по применению иммунотерапии в области головы и шеи совершенно оправданы. В общем, результаты работы свидетельствуют о дифференциальной биологии ангиосаркома в зависимости от первичного поражения. Наконец, присутствие мутации в RID1A, которая кодирует часть комплекса SNF-SVI, 17% случаев, как было получено в данной работе, может быть обоснованием для применения тазометастата, одобренного в 2019 году изменительно для петолиоидной саркома. В выводах стоит отметить, что существующий вариант лечения ангиосаркома ограничен, особенно при радиоиндуцированных ангиосаркомах, когда хирургическая леча является основным методом. Химиотерапия дифференцированных сарком осложняется своей токсичностью ввиду того, что пациенты в основном пожилого возраста и низкой частотой культурного лечения, таргетная, в частности, антиангиогенная, иммунотерапия. Это дальнейшие наши перспективы на лечение и улучшение результатов лечения наших пациентов с ангиосаркома. И, конечно же, для выбора оптимального тактика лечения необходимо проведение дальнейших перспективных, самое главное, рандомизированных исследований, основанных на подробном, детальном споре данных о заболеваемости лечения и результатах лечения наших пациентов. Спасибо большое за внимание. субтитры. Продолжение следует...